Всем огромный привет дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики истории жизни про сайты знакомств, про РСП, про оленей, про все про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты истории жизни, чтобы посмотреть предыдущие видео. Пишите свои истории, свои, свои знакомых в комментариях, либо в разделе о канале, есть ссылка на мою соцсеть, если вы хотите, чтобы это было анонимно. Также у меня на канале вы можете видеть влоги, где я датированно показываю мужа, детей, свою жизнь, покупки о погоде и природе и раздел в плейлистах покупки в Альберис. Также подписывайтесь на мой Бусти канал, где будем проводить и общаться в прямых эфирах, стримах. Ссылка на Бусти будет под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Оформляйте подписку уровня прямой эфира и стримы и будем общаться. Но сейчас, собственно, хочу засчитать вам такой интересный комментарий. Это в тему предыдущего видео про РСП и про олень, где бывший муж принял бывшую жену, которая его бросила, предала, значит, и забеременела другого, и потом к нему вернулась, будучи сильно беременной. Он ее принял, как бы, да, поступил как настоящий олень. То есть мы это обсудили. И вот пишет мне такой вот комментарий, что, ну, как бы, его мать, по сути, должна была наставлять его на путь истинный, говорить, что не порти, дорогой сын, себе жизнь, да, что ты вообще творишь. И вот комментарий, как бы, в тему противовес такой получается. Нравоучения родителей, в частности матерей, в таких ситуациях могут сыграть по-разному. Был реальный пример. Очень такая властная в этом отношении женщина. Сына держала, также за внука взялась. Привел он одну девушку, пожили в доме, потом вторую, пожили. И так шесть или семь раз. То есть он приводил в дом к матери женщин семь или шесть раз. Ну, конечно, да. Не больше трех месяцев каждая женщина жила вот в доме у матери, у его. Всех их выставили как кутят. Все, все в них что-то не так и не эдак. Не обращая внимания на его мнение. Да, они и сами не сопротивлялись. Тупо уходили, кто-то сбегал. Кому это надо? Опыта, как действовать, нет. Да и за что бороться? В результате ему это надоело, что все не так и не нравится. Он женился на женщине с ребенком, которая до этого работала в известной отрасли. Просто она в силу опыта смогла хоть что-то противопоставить его матери и не обращала внимания на всякого рода обвинения и оскорбления, пропуская их мимо ушей. Да и уходить как-то не собиралась. Получился, что, конечно же, полный трэш. Все были в шоке. Потому что он женился на женщине с ребенком, да, так он еще и это бывшая, которая работала, торговала собой, так сказать. Так, но ничего сделать не могли. Никакие уговоры на него не действовали. Ну, у других девушек просто так не получилось. Если бы он ушел на съемную квартиру и там строил семью, раз такая ситуация, то да. Разошлись они в результате, то есть все в чем-то пострадали. Говорить родителям надо, но как и что? Во втором примере, наоборот, много говорили и навязывали. Поэтому именно так и получилось. Ну, давайте так немножечко про этот комментарий. Потому что вот в предыдущей истории, когда олень привел бывшую жену, беременная другого, как бы, ну не привел, они сняли квартиру и стали жить вместе. Получается, его мать на него не воздействовала. Он из неполной семьи, то есть отца там не было, вот его растило РСП, он тот пресловутый прицеп, да, о котором все говорят. И вот так вот он испортил свою жизнь. Ну, смотрите, что получается. Вот в данной ситуации, как вот женщина написала вот такой вот пример, что мать там всех его девушек там выгоняла, там и гнобила, там и оскорбляла. Ну, давайте будем откровенными. Ну, какая нормальная женщина, девушка пойдет жить в дом к мужчине, который проживает собственной матерью? Вот у меня это, например, в голове не укладывается. Никакая. То есть какая-то не вполне вменяемая, адекватная. Ну, кто пойдет жить в дом, по сути, к чужой женщине? Никто не пойдет дальше. Поэтому, опять же, какой матери это надо, чтобы сын привел какую-то чужую тетку к ней домой, по сути, в ее квартиру? Нет. Никакой матери это тоже не надо. Опять же, две женщины никогда не могут ужиться. Вот в данном случае мать мужчины и женщина мужчины. Они всегда будут ругаться. Но это, я думаю, с этим никто не поспорит. Это же просто классика жанра. И с той же серией у меня есть еще одна история, мне написали, надо ее заснять, про детей. Там очень-очень тоже интересная история. В том плане, когда дочь мужчины и новая жена мужчины тоже никогда не смогут ужиться вместе. Это когда две женщины, в принципе, ну, не могут вместе жить. Они ругаются, они соперничают, они ревнуют этого мужчину, они его делят. Не важно, что это, там, отец, что это сын, там, муж, это не важно, да? То есть две чужие женщины на одной территории жить не могут. Все. Вот. И поэтому дальше. Давайте так. С детьми со своими разговаривать надо. Но не то, что долбить их мозг. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, ты такой щекой, зачем ты так сделал? Нет, это неправильно. У него будет одна мысль крутиться в голове. Да заткнись ты скорее. Ну, правильно? Конечно. Здесь надо по-другому. То есть самые плохие варианты для девушек, для женщин, если ее мужчина дружит со своей матерью. То есть вот эта вот связка мать и сын, они друзья. Я уже рассказывала предыдущую историю, где там «Замуж за иностранца» называется, совсем недавно снимала. Где у сына и матери были такие доверительные отношения. Они обсуждали там его подружек, его женщин. Ну, как бы просто вот, ну, дружеские такие, да, отношения. Он рассказывал, также у нее есть история на канале про Альфонса, как Альфонс сам себя перехитрил. Тоже у него с матерью были такие дружеские отношения. Она не капала ему на мозге, они просто все это обсуждали. Всех его баб, получается так, да. Вот и все. Поэтому если мать с сыном установит именно такие отношения, не то, что она будет капать ему на мозги, там что-то мудеть, а просто они будут друзьями, он, конечно же, будет к ней прислушиваться. Вот и все. А здесь как бы ситуация изначально провальная. То есть зачем он приводил к себе в дом кого-то? Вот давайте так вот представим. Я, например, представляю себя там в роли девушки, который вот, встречаясь там с парнем, он говорит мне, слушай, да пошли там, типа, поживем со мной у моей мамы. Вот я бы никогда в жизни не пошла. Мне даже в голову такое не пришло. Как это я буду жить с чужой теткой? Ну что за бред вообще? Нет. Дальше. Если я представлю себя в роли матери, сына взрослого, который приведет домой какую-то, скажет, мама, значит, я приведу к нам домой какую-то женщину жить. Я скажу, что он вообще что ли с ума сошел? Да на порог не пущу, с лестницы спущу, что за бред вообще. Понимаете? То есть ни одна нормальная мать не примет там в дом какую-то там тетку чужую. Ни одна другая женщина не пойдет жить в чужой тетке. Вот это так работает на самом деле. Все. Давайте так. Какие варианты у этого мужчины? Первый вариант. Либо заработать денег, встать на ноги и только тогда уже кого-то куда-то там приводить. Купить квартиру, приводить туда женщину. Снять квартиру, приводить туда женщину. Это первый вариант. Вариант второй. Если он найдет себе в принципе женщину с квартирой, куда он может прийти жить. Все. То есть ищите себе женщину с квартирой. Либо зарабатывайте на эту самую квартиру, либо снимайте. Опять же, я знаю одну такую пару молодые. И, значит, ему там только вот он закончил учебу, она закончила учебу, они живут оба в другом городе, они снимают квартиру, и они пополамщики. Это нормально абсолютно. То есть он молодой человек, у него там есть мама, она молодая девушка, значит, ну у старых девушек не бывает, хотя нет, почему бывает. Ладно, у нее есть мама, никто из родителей не должен давать деньги, чтобы, допустим, она даст мама деньги своему сыну, чтобы он какую-то тетку содержал. Ну что за бред, и по сути мама будет кого-то содержать, оно ей надо. Нет. Либо наоборот, ее мама даст ей деньги, чтобы она какого-то там парня содержала. Нет, это так не работает. Вот встретились два молодых человека, они только начинают зарабатывать деньги, они работают на старте, получают мало. Они снимают квартиру, естественно, платят за нее пополам. Это нормально. Они строят свои отношения. Вот, кстати, эту ситуацию я знаю. Когда вот они, это реальная тоже история, значит, они строят отношения, они там пополамщики, потому что там и ему, и ей там то ли 18, то ли 19 лет, то ли, ну что-то около того, да. Да, они тоже что-то закончили. Нет, больше там 20, наверное, лет. Ну, короче, какое-то учебное заведение закончили, уже работают и, значит, живут в другом городе. И ее мать, да, типичная РСПшка на минуточку, растила доченьку одна, хочет, чтобы этот мальчик, по сути мальчик, содержал ее дочурку. И лезет в эти отношения, говорит, почему он платит половину стоимости за съемную квартиру, почему вторую половину платишь ты, он должен платить. Извините, с какого такого перепугу? А его мать говорит, да кидает эту овцу, да, ее мать смеет ее настраивать против тебя, значит, что ты должен платить. Вот когда родители как раз-таки лезут в отношения. Прежде всего, виновата здесь мать и дочери. Почему она настраивает свою дочь, что ее молодой человек должен за нее платить, он ей ничего не должен. Он такой же чей-то ребенок, он тоже начинает свой путь, с какого перепугу он кому-то что-то должен. Нет, никто никому ничего не должен. Но это отношения про людей, которые только начинают вот свой жизненный путь, как бы, ну, взрослый такой, да. А как бы про взрослых людей, у которых уже есть прошлое, есть дети, это, ну, как бы, здесь все по-другому. Но видео речь о том, вот, разговаривать надо с детьми или не надо. Да, разговаривать надо, но не капать на мозги, а построить эту беседу в как бы дружеской такой области, да. Вот с детьми надо разговаривать, у них нет жизненного опыта, им надо объяснять. Но надо, чтобы они сами шли к тебе, сами тебе рассказывали о чем-то. И ты будешь просто рассказывать, делиться своим опытом, потому что все мы желаем своим детям добра. И своим сыновьям, конечно же, надо тоже что-то такое объяснять. То есть, если ты хочешь с кем-то жить, пожалуйста, либо ищи себе женщину с квартиры, девушку, либо сам зарабатывай, чтобы купить квартиру и чтобы снять квартиру. Ну, чтобы привезти домой чужую тетку, ну, нет, нафиг, нафиг зафиг. То есть, это вообще не рассматривается и не обсуждается. То есть, не надо никаких таких перегибов. Либо я вообще с тобой не разговариваю, как в той предыдущей истории видео, там, принял назад эту бывшую жену с пузом от чужого, это вообще маразм. Там, где его мама, простите, была. Где? Где-то там, за горизонтом, да? Или наоборот, вот такие вот перегибы. То есть, все должно быть как-то вот золотая середина во всем. Ну, а вы как считаете, надо разговаривать со своими детьми, со своими, в частности, сыновьями, да? Или надо все отпустить на самотек. Смотри сам, делай как хочешь. Я вот эти вот фразы, смотри сам, вообще не понимаю. У меня жизненный опыт. Если ребенок к тебе приходит с чем-то, то ты, как родитель, просто-таки обязан ему объяснять что-то. Потому что он не знает еще, он только начинает жить. Ну, вот такая вот история, такие маленькие мини-истории на вот эту вот тему. Пишите в свои комментарии, что вы думаете по этому поводу и вообще надо ли приводить куда-то кого-то жителей. Все-таки надо как-то решать эти вопросы самостоятельно. И только тогда, когда у вас будет такая возможность. Если вы сейчас не можете найти себе женщину с квартирой, если вы не можете заработать, чтобы снять эту квартиру, либо купить, значит, надо подождать. Просто ни с кем не сходиться, ни жить, а встречаться. Вот и все. Пишите свои истории, подписывайтесь на канал, будем общаться. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.